В этом депрессии кто живет? Птички. Птички много? Таких там шесть. По рисунку или случайной фразе психолог может легко распознать депрессию. Именно она зачастую наталкивает детей к желанию уйти из жизни. Мировая статистика неумолима. Второй причиной, ведущей к смерти среди подростков, является суицид. На данном рисунке видно, что у девочки депрессия связана с какими-то ее личными проблемами. Очень хочется сказать, что депрессия очень сильно помолодела. И данную депрессию сейчас можно диагностировать и у детишек маленьких, которые даже ходят в садик и в школу. Совет родителям в том, что нужно обращать побольше внимания, любить своих детей. Не только слушать, но и слышать своего ребенка. И вовремя обращаться к специалистам. В группе риска не только подростки. Вогнать себя в депрессию может и взрослый, уравновешенный человек. Об этом шла речь на пресс-конференции нижнекамских врачей, чья специализация затрагивает область психологии. В основном контингент это сейчас женщины и больше преобладает все-таки. Вот у нас город стареет, как уже было сказано здесь. Стало больше пожилых. Рассказы специалистов заставили задуматься. Около 80% современного общества периодически находятся в состоянии депрессии. Более того, порой люди даже не подозревают об этом. Это больные могут быть с какой угодно патологией. И те же самые остеохондрозы и так далее, затяжные боли. Это нередко. Все это маскированное депрессивное состояние. Поэтому мы лечим их, соответственно, с применением антидепрессантов. Наш менталитет заставляет многих избегать визитов к психологам. Люди боятся получить клеймо псих. А между тем, затяжная депрессия сама по себе не пройдет. Справиться с ней можно только под наблюдением специалистов. Ведь не зря нынешний день здоровья проходит под девизом «Давайте поговорим». Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.